Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я помню, ко мне приезжали монстры, а я, вы знаете, я до 28 лет очень усиленно занимался в спортзалах, ну и я этим монстрам там лещей надавал, знаете. А, это в 90-х было, я думаю, сейчас нормально. Я уже в свой зал так нечасто хожу. У вас проблемы с задолженностью, водитель, чтобы у вас проблемы с законом, что ли, еще были? Не боже упаси, вы что? Вы что? Какие проблемы с законом? Мне не нужно... Давайте, все-все-все-все, давайте без эмоций, давайте разбьемся, что нужно сделать, чтобы я оказался в правовом формате. Я про ваши эмоции и про свои тоже, конечно. Я просто сейчас диссертацию пишу. У меня с эмоциями все в порядке, вы плачут, когда будете? Давайте, знаете как, сколько нужно, чтобы я угодил вашей структуре вот этой кредит-экспресс-финанс, вот это вот все, да, вот это вот. Так же вы называетесь? Кредит-экспресс-финанс. Сколько нужно заплатить? У меня просто сейчас я диссертацию пишу. Вы должны всю сумму задолженности оплатить, понимаете? Сколько это, скажите? 609 тысяч рублей, блядь, Евгеньевич. Где взять? А я же меньше, блядь. Да мне все равно где, блядь. Я блядь на диссертацию, я пишу диссертацию, сейчас действия химических элементов... Да мне все равно, что вы пишете, вы меня слышите, не пишите. Душечка, ну а как, ну а где, от того, что вам все равно, где, ну подскажите, где денежек можно, где в таких случаях люди денежки берут? Евгеньевич, на данный момент Ханты-Мансийский банк Астетики доставляет вам акцию. О, другое дело. Другое дело. Я платить 128 тысяч рублей, будет начнена остальная сумма долга. Прощена? Прощена? 28 тысяч рублей заплатите, и всю остальную сумму долгу вам вписывают. Так, 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 вот это другой разговор. Более того, мы тут недавно премию получили, и я, видите ли, получил 100 тысяч рублей. Я не простой сотрудник. Я еще не успел их потратить, кстати говоря. Так это самое дело. А я думал, а я думал всякую ерунду, там, потратить себе на учебники всякие, там. Ну, давайте так. Как нужно заплатить, куда отнести? Давайте так, смотрите, там 128 тысяч я должен где-то еще найти. Это немаленькие деньги при моей зарплате. Сколько у меня есть времени? Я могу вам дать максимум две недели. О, это нормально, это с головой. Это, как говорится, выше крыши. Смотрите, как я поступлю, скорее всего. Вот. А я сейчас у нас тут на кафедре происходят, ну, там, студенты ходят, они доздают зачеты, и очень много девчонок. Как, знаете, стрекозы такие, они лето красное пропели, оглянуться не успели, а тут уже скоро сентябрь. Их могут не допустить. Они ко мне ходят, вот эти вот хвосты свои сдают, и верят вот тем самым местом, откуда хвосты у девчонок. Ой, они такие у меня веселые, и они говорят мне так. Дмитрий Евгеньевич, если что-то надо, вы только скажите, и мы все для вас сделаем. Я вам скажу, девчонки, конечно, слов на ветер не бросают. Ох, ох. А, ну что это, о чем это я? А, да, да, ну я вам по секрету скажу. Конечно же, мне подсовывают там эти все вот эти денежки. Алло, меня слышно? Да, я вас слушаю. Да, 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 ой, спасибо, что мне бросили трубку. А то я бы остался в одиночестве со своими мыслями вот этими дурными. Вот. Ну так вот. Девчули мои готовы со мной, ну скажем так, поделиться своими доходами. Они далеко не из бедных семей. Они такие все девчоночки. Ух, какие темпераментные. Вот, я вам расскажу одну историю. Как-то раз мне звонит моя студентка. И сообщает мне, Дмитрий Евгеньевич, в общежитии нужно срочно, чтобы вы появились. Я пришел. Стучусь вот в эту обозначенную комнату. Меня там ждут вот эти мои красавищные. В колпаках вот в этих. И я прошу прощения, конечно, если бы был вы мужчина, я бы вам рассказал более пикантные моменты. Хо-хо-хо-хо, ну я все время об этом вспоминаю. И вот после этого началось, что не неделя, а так они меня зовут вот эти колпаки свои демонстрировать. Кроме колпаков и очков на них больше ничего нет. И они вот таким вот образом... А? Ой, ой, простите, простите. Меня несет иной раз. Я когда о работе... Да вы мне говорите, знаете, когда слышите, что меня понесло... Стоп! Вот так говорите. Стоп! Все, я в теме. Так нет, на самом деле эта история имеет продолжение с точки зрения того, что мы с ними уже почти как друзья, что ли, такие сказать, но очень близкие. И я могу у них попросить денег. Вот эти 28 тысяч рублей я могу добить у них, но после определенных услуг, которые я им оказываю. У-ху-ху-ху-ху! Мне эти услуги, кстати, тоже нравятся. Я ничего срестого не вижу. А я не, 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 не. Я ни в коем случае не смеюсь. Я просто вам рассказываю. Вы же, понимаете, вы представляете банк. И вы должны понимать, где я буду брать эти деньги. Вы же... А вдруг я их украду, кого-нибудь побью, вспомню свое боксерское прошлое. Мне там мозги отбили, я вам говорю. Я сначала никогда в жизни, потом я после бокса пошла. Да я не знаю, что вам мозги отбили, Дмитрий Иванович. Ну в каком смысле? Вы должны тоже отчетливо понимать. Я после того... Я 29 лет поступил в институт на Сопремо. Ну там специальность такая, с материалами связана сложно. Но у меня почему-то это все легко далось. У меня диплом с отличием. До этого, ой, даже мыслях не было. Я думал, я всю дорогу буду, вот просто, вот неизвестно, там, думал тоже, как и вы, пойти в телефон, там, звонить кому-нибудь, в колл-центре, там, вот это вот, ну, ерундой всякой заниматься. А нет, мозги отбили, и получилось наоборот хорошо. И я теперь сейчас уже кандидат на УК. Вот так-то, смотрите. Так что вы подумайте над тем, что вот вы... Может быть, вам тоже в спор жал проходить? И может быть, тоже мозги на место поставят? Ну хотя бы чувствую по голове, что умная женщина. Ну, если вам перешло к психиатру обратиться, ну, Дмитрий Евгеньевич. К психиатру? Зачем? К психиатру его? Зачем? Нет, кстати, га, у меня там, собственно говоря, есть, мы иногда проверяемся, наверное, в кабинете психиатра у меня почему-то, ну, дольше всех задерживают, какие-то присоски на бачку вешают. Ну, в общем-то, я к научной деятельности допущен. Ну, в общем-то, я к научной деятельности допущен. Ну, в общем-то, я запись передам вашему кредитору, а то есть хантоматистку банк фактики. Ой, а зачем? А, ну, дорогий Бог, а мне чего стеснится? Я говорю как есть. И Евгений, вы меня слышите вопрос. Вы берете, если не составлять маршрутный лист? Маршрутный лист? Ну, составляйте, а что его не составлять? Составляйте. Маршрутный лист. А что это такое? Это вот как у таксистов, да? Или вот эти вот, которые возят йогурты по магазинам? Нет, это которые наши сотрудники будут выезжать по месту. А зачем им маршрутный лист? Вы им мой адрес скажите, да и все. Или вы думаете, что я буду как вот в квесте? Там я. Потом в другом месте я. В третьем месте я. Нет, так не будет. Я буду, я буду в одном месте сидеть в ваших... А меня не будет в городе. Давайте я скажу, где я буду. Нет, мне не надо. А я так и не выяснил. Я, допустим, 28 тысяч и найду, что у меня есть. Как я должен вот этот вопрос закрыть? Мне очень интересно, что мне банк простить. Решил простить долг мне. Мне очень это важно. Это нормальный ход. Это... Это Евгеньевич, если вы вели себя серьезно, я бы вам зафиксировал данную августа. Так как вы пикал... Какую такую... Вы что, не зафиксировали? И теперь мне тебе 600 тысяч искать? Я не хочу, что вы не вижу. Всего доброго, до свидания. Алло, подождите.